В нашей психбольнице, во-первых, к тебе врач каждый день обращается, во-вторых, нет никаких решетей, там бронестекла, все это кормят шикарно, и по коридору у нас это со счастьем пройтись, ватом, да хоть ты. Ну меня выпускали, я ходил, помню себе, клееры покупал, заварные. Серьезно? И пакет молока такой. Офигеть. Картонки. Офигеть. И я на территории больницы садился, поем и обратно в отделение. Ага. То есть, что там, свободный этот выход был, да, получается? Ну да. Не знаю, у нас не был свободный выход, но погулять можно было, тебя отпускали. Убихать, ну, ради бога, все равно, что, обратно прибежишь, смысл. Ну да. У тебя распорядок дня там какой был? Такой же абсолютно, не как у нас в турдоме. В шесть утра проснулся, и обязательно перевернул. У тебя было это, как бы матрас перевернуть? Зачем, я не понимаю. Я ворачиваю матрасы. А на хрена? Вот я до сих пор не завелись. Ааа. Я тебя не имею. Не, ну да, там, в принципе, шивы какие-то есть же. Ну а потом, что, перевернул матрас, потом прием таблеток или что? Завтрак. А, завтрак? Да. Ну а вот. Да, еще и сети опустят из наблюдательной йоги. А то тебе прям в одну тарелку и первую, и вторую, ебану. А ложки дают? Дают. Дают, да. Дают. Вилкинг, да. По глаза попоколите там, друг к другу. Нет, нет, у Тащенко там вообще обалденно. И кормят вообще шикарно. Да. Но убой. Нет, ну как, шикарно, вкусно, нормально, как человека тебя кормят, не как свинью. А здесь как свинью, да? Ну, смотря, не знаю, какое отделение. На донышке размажут картошку. Сами все попожрут, а вам на донышке размазывают. Что ел, что не ел. Что на лампочку посмотрел. Понятно. Нет, там в Кащенко вообще рок-н-ролл. А курить там, чай? А, чай это, короче, не в открытую прям носить, а пожалуйста. В Кащенко я это как завариваю. Короче, там как к больным относятся, да. А здесь это карательная медицина. А на хрена? То есть, если чем, они тут считают, если чем больше бить будут и издеваться, тем ты быстрее вылечишься. Меня привезли туда из-за того, что я из дома там убегал, гулял, там хрен его знает. И меня привезли в 17-е отделение, когда у меня еще паспорта не было. У меня не было, не нашли прививки от кори. И меня положили во взрослое отделение в 17-е. Я чуть с ума не сошел к Тамаре. Там на полу еще спали, господи, это вообще караул. Да, подвойный караул. Ну хрена. Нету места. Народу вообще море это было. Не, ну я знал всегда, что в Орле тут очень много бешеных всяких и дураков. Три психбольницы. Да, короче, думаешь, из Орла там единицы. Там куча из какого-то, только из каких-то. Да, из района. Господи, все они с района. А ты знаешь, что вот, например, в Штатах, короче, психбольницы распустили все. Все? Уже давным-давно. А у них государственной психбольницы нет. Есть только уголовные, в смысле, которые контролируют их. Они типа признали просто, что они как бы не особо опасны для общества. Да. Да. И там нету, поэтому там столько дебилов шляется по улицам. Нет, ну смотри, какие они особо опасны. Вот, сколько у нас ОСПБ. Пожалуйста. Дебилов я таковы, не помню, лет, наверное, двадцать назад, что ли. Ну где-то, Саша, у тебя здесь. Он с ОСПБ выписывается. Оттуда, правда, не выписывают. Вначале в психбольницу. Ага. И он обратно приехал. И вот где прихмахерская, что ли, это какой, семью все перерезал. Там это какой, кишки выпустил ее. И обратно на ОСПБ. Как-то. А он пожитничал тогда. Ну куда его обратно-то выписывать? А он там играет на гитаре какой-то группе. Вот в самодеятельности. А, в ОСПБ? Да. А ты помнишь историю, как на Ливинска людоеда выпустили? А, да, да я знаю, я знаю. Он сам то ли с Перми, то ли... С Воронежа. Он со своей мать. Ну это как... С Воронежа. Девочек он это как его... Прикинь, они выпустили его и документы отправили. А документы не дошли, он затерялся. И они с мамашей обратно погнали. Да, да. А девочка одна живая осталась, но она потом умерла сама. Ну и заставлялась жрать ее подругу. У нас в ОСПБ. У нас в ОСПБ, по-моему, два человека даже побег делали. Вот тебе, блин, казенная почта. Документы затерялись и людоед оказался на свободе. Вне поля зрения. Не людоед, а он пизданутый. Ну как не людоед, если людей ел? Пизданутый людоед. Нет. Да, дело нет. Он у него с психикой непорядок ни одной девки не давал. Он малолеток, мать малолеток заводила в хату, а он уже... Так там мать небось всем этим рулила? Ну, наверное. Нет. Сам подумай. Я тебе говорю. Любой человек... Я помню, в Каченко лежал. Был... Это как бы приходил, невропатолог. Проверял тебя. Я думал, ну... Он разговаривал со мной, а мне потом врач сказала... Говорит, ну а ты представь, он уже лет 40. Вот, общается только с шизопрением. Ты по-любому станешь идиотом. Ну, хоть ты тресни. Мы с Насиром сидим на подоконнике. На втором... Семнадцатом, на втором этаже. И там врач идет, такой раз, достал из кармана пластинку Релахи. Эту таблеточку раз, оп, закинул. Чтоб успокоиться, то достали, достали. Достали Витьки до Сашки. Да, ну они там рок-н-ролл устраивают, да. Да врачи все, кто долго там находится, они все спридруют. Спридбомбахом. Тамара это еще нормально. До 80 лет доработала. Ну, я... А сейчас уже нет. Все у него. Ну, а сейчас Тамара... Все бандиты ее в этом городе знали. Вить, а ты был в курсе, что в всех больницах там хаты отжимались в 90-х? Да, отжимались. Ну, ничего в этом такого удивительного. Со мной лично лежал Капитолины. Как же... Ну, ты его застал Шишкой Семенович, что ли. Он какой-то строевой сестры был. И что? Раньше учителя русского литературы был. А деньги? Ну, естественно. Попадает человек ее. Ну, если родственников нет, то до сумасшествия доведут. Ты попал? Нет. Как у Афони был такой. У тебя в малышный магазин ходил. Вот. Без хаты остался? Ну, он повесился в это хоть. Один остался. Одному в шизофрении по такому ни в коем случае нельзя оставаться. А там как вообще это получается? Вот попадаешь ты в психуху, родственников нету, хата у тебя есть. Там узнается это все, начинается сведение тебя с ума. Вот у тебя хата. Нет. Зачем? Потом, чтоб документы ты подписал. Акт дарения. А при чем ты? Господи, я тебя умоляю. Какое акт дарения? Ты находишься как... Они тебе как опекуны. А, даже вот как. Ну, если ты один без семьи, куда идти? Потом вот, здравствуй, Добринский интернат. А там тебе ход. Протян ты и все. Понятно. По жизни Добринский интернат. Там все серьезно у них. Во структура какая. Мясорубка человеческая. А? Ад? Да уж, да уж, да уж. Ну, попробуй, ёпта, сказать чего-нибудь или еще чего-то. Из тебя, блядь, овощи сделают за неделю, ёпта. Да. А если ты будешь не согласен? Да, да. А кому ты будешь? Жавраться. Еще ложек. Забьют, да. Заколят и забьют. Да, да. На общие работы не пошел. А ему аминозин три раза в день. Ну, ну, ну. Так от него завернется там нахрен. Аминозин он вроде запрещен. Медицинская ассоциация. Не, запрещен. Какого? Сульфазин. Сульфазин. А, вот от него. Аминозин. Аминозин тоже. Аминозин и мышьяк. Сульфазин, по-моему, раньше алкоголиков лечили. Да, это лестницу делали. Ну, а тебе делали лесенку на сульфазине? Зачем? Слайк, он говорит, у него аж ноги отнимались нахрен. Я алкоголиком не был никогда. Слайк говорит, у меня он просто так саданули, блин. Блин, у меня жопа там онемела и ноги отнялись нахрен. А это что такое? А это укол делают. Лангирующий. И потом ты блюешь, вот запах спирта дают понюхать и начинаешь блевать. Ну, короче, издевательства. Я помню два месяца пролежал, домой меня выписали. Ну, матушку забрала. Вот здесь вот это, между дорогами палатка. Думаю, ну что, надо четверку взять. Беру четверку, стакан купаю пластмассовый, наливаю, полстакана. Хлобыст, и у меня все обратно. Тут вообще не лезет. Понял. Ну, а женское отделение там хоть нормальное, наверное? Да так же. Все то же самое. Мне даже на танцы выводили. Тебя на танцы? Да. А там клуб. Там пятое отделение, по-моему, женское. Пятое, одиннадцатое. А Тамара говорит, а ты в клуб не пойдешь, там не наливают. У меня, блядь, там теннисные столы и странные. Ну и что там, музыку-то хоть включать? Ну, магнитофон обычный. Такой. И, блядь, деревенщина там, это какое, сапога. По склодолу танцуют. А я думал, там может и музыку не включать. Сами поете и танцуете. Диджея, правда, нет. Стихи там никто не рассказывал. А то я знаю, там кто-то говорил, там как в клуб ведут, так сразу один на сцену взгромоздится, начинает стихи рассказывать. Там, ну нет. А я туда попал, мне говорит, это как бы подходит. А там, как он называется, с двух или с часу, это тихий час там, до пяти часов. Говорит, пойдешь на танцы, смеешься, так вот процедурно не хватает, просто танцевать. Не, говорит, правда, пойдем. Ну, потанцевал, нет. А как сейчас помню. Пару па крутанул, там. Да хороших, там человек десять танцует. А как ты рассказывал-то, Ибрагим, кто поспать хочет? А, это достойно кистеринуара. Да. Чего? Заходит, а там заехал, короче, где-то новый медбрат. Ага. Ой. Забыл. Костиком. Ну, какая разница. И Ибрагим, ёпта. Чего-то не спится. Блядь. Бог не отвел сказать, блядь. Чего-то меня прям буквально через час вывели в полуофицерскую половину. Ну, главный вопрос. Не спится, я говорю, ты ебать, ёпта. Кружку, ёпта, приносит. А этот дурак не глоточек. Он как уебал больше половины, там, блядь, пиздец. А этот то ли айзелептин, то ли цезарцин, ёпта. Цезарцин, наверное. Так он, наверное, суток трое хуярил, как зомби, блядь. Вот так, вот, блядь. Захотел поспать. А я ему ещё тогда сказал, блядь, ничего не просил врачей, ёпта. Они же всё равно, вот, у медсестры, ёпта, они всё равно стуканулы. Там же, блядь, как, санитары стучали. Ну, они все стучали. Вот. Всю эту хуйню пишут, как себя вел. Там вся эта хуйня, вот, есть люди, которые на группу готовятся. Там каждый стучит, ёпта, каждый просто. Таблетки не ешь, ёпта, ты кому-нибудь отдал. Блядь, на утро уже знают, что ты, блядь, отдал, ёпта. А кто сказал, а хуй его знает. Петя, Миша. Не, ну, подожди, с тем это не спрыгивай. Танцоры-то хорошие были там, хоть нет. Танцоры? Да. Да, конечно. Тимберлейк, ёпта. Да. Конечно. Такое ощущение, там под циклой на танцы ходят. Да, конечно. Их выводят. Они, во-первых, это деревенская, они никому не нужны. Они не то, что не убегут, ты их выгонять будешь. Они не уйдут. Они зубами в эту дверь, ёпта. Они хотят такое? Ну, естественно. Они, это волонтеры, ёпта, все это. А, так это они тоже там на танцах, да? Ну, естественно. А кого отпустят? И вас выпускают туда же? Нет, потому что я нахрен не нужен был никому. Да, я понял. В смысле, бежишь ты, беги, ёпт. И там начинается дэнс, дэнс. Ну, какой дэнс, там какой-нибудь, блядь, мираж её. Может она, звенья не понеслась. Ну, а потом женятся, на танцах знакомятся и женятся. Да, рожают, рожают, что запилили. И туда же они заезжают. Вон, как я понял, подъездил, что Танька живёт. А, ну да. Она, у неё дети в интернате трое. Дочка и пацан, что ли? Это, которая, это, мужику своему ногу отпилила? Или ногу там, или голову? Не, ну она, это, заревновала. Берёт ножовку, он пришёл домой. Она его ножовкой по плечу. Раз, раз. Там кровище было. Блин, ну распилить его ходил. Мы её на полтора месяца. А мы до этого как раз её на лавочке видели. Она такая... Ну, мало, да. Она с балтикой девяткой такая сидит. И как раз она себя там, знаешь, надрачивает. Типа, где-то на мешках с картошкой кого-то там завалил, отодрал там. Ну, я ему устраиваю. Мы такие поржали-поржали. Она взяла такая, пошла и распилила его. Думаю, охренеть у Саши соседей. Двери выпиливают. Я тебе говорю, я в семнадцатом помню. Ну, вот Сосунова, собственно, помнишь? Нет. Он обратно прибежал с этой, с Добреньки. С Сосунов её. Песни всё пел, бля. А он его, что, в дурдом? Он, короче, девчонку сносил. Ну, молодец, какой-то беременный. На чердаке. Отец узнал, пришёл. Он чердак закрыл. А этот, поебал, из потолок. Поехали. Хуйней её. Потолок. Ну, у него башни. Второй, правда, блюдо. Напизданил он, на всюду. Ну, не прям, не помню. Ну, говорили ещё в Кащенке, когда там солдаты спиздили, ну, ужин там, пару батонов колбасы там где-то пропили. Ну, и потом предъявили врачи. Говорят, мы из вас дураков за неделю сделаем. Вот такой же катонин. Будешь ходить? То есть не выпендривайтесь? Ну, да. Куда вы её будешь? Никто не предъявит тебе это псих больницы. Кто тебе что сделает? Да, ну, а смысл не предъявит? Они скажут, ты чё к тому вообще зафинят? Ну, да. Врачи не ошибаются, типа. Ну, хоть и голову там отрежут. А, вот, вот это вот.